О ней говорят душа современника. Сегодня ровно 45 лет, как прославленный театр возглавила Галина Волчек. Все эти годы именно она вдохновляет большой дружный коллектив актеров. Всегда смотрит в будущее, экспериментирует и точно знает, что такое чувствовать дух времени. Репортаж Ильи Костина. Ее главная роль – художественный руководитель. Вот уже 45 лет Галина Волчек во главе одного из лучших театров страны. Уникальную дату, рекорд свой личный и общественный отмечает с теми, чьим мнением дорожит, пожалуй, больше всего – с артистами и зрителями театра «Современник». Я вообще цифры не люблю. И я не знала, сколько лет прошло. Жизнь идет, идет, и слава Богу, я думаю, господи, какое счастье. Мы живы, нам будет какой. У нас помолодел зрительный зал. Признается, никогда не боялась экспериментировать. Вот и жизнь построила так, будто само время. Работает на нее. Она просто пытается переносить его на сцену, добавив своей неповторимой экспрессии. Это вот очень важный момент. Что ей, ты дурочки, вложи в голову, начесать, чтобы была похожа на путанину, понимаешь? Хоть чуть-чуть, а не то, что вот это. Так? И звать тебя Лора. Поехали, поехали прокатимся, а? Только скажешь, что тебя Лора зовут. Вновь и вновь вспоминает тот день, когда ровно 45 лет назад вся труппа уговаривала ее стать главным режиссером. Из современника тогда ушел его лидер Олег Ефремов. Сопротивлялась как могла, но с решением коллег спорить было бесполезно. Ты не имеешь права отказываться. Ты должна, ты должна. Вот это слово, я помню эти интонации. Сегодня в современнике и вновь с неповторимыми интонациями работает сын Олега Николаевича, Михаил Ефремов. Она современнику стала, как мать, а трупу учила, как дочку. Вообще, самая звездная труппа Москвы – это ее заслуга. Только на сцене современника за карточным столом могут встретиться Валентин Гафт и Илья Хиджакова. А почему бы вам не подобрать эту сброшенную карту? Поклон русскому психологическому театру. Три товарища, осенняя соната. Скажите, люди, куда идет этот поезд? Это все мне! Все мне! Спасибо, товарищ командир! На невидимых качелях, где только двое – он и она – в путешествие по лабиринтам любви с легкой руки Волчек отправились Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов. Я сейчас закричу! Помогите! С виду ее величество и железная леди. Только что из Лондона, где с грандиозным успехом прошли гастроли театра. А ведь Волчек была первым советским режиссером, которого пригласили поставить спектакль в Америке. Ее современнику рукоплескал Бродвей. Галина Борисовна получила театральный оскар – драма «Деск-эворд». Я воспринимаю все наши победы и поражения только когда мы вместе. Режиссер с сердцем. Так говорят о Галине Волчек в «Современнике». Очень чувствует нас всех. Мы все к ней привязаны. Знаете, именно вот к ее сердцу, что ли. Я бы так сказала. Совесть, достоинство, необыкновенный шарм. Оставаться неповторимой Галиной Волчек кажется, что может быть проще и сложнее одновременно. Илья Костин, Татьяна Бодрова, Андрей Леонов, Михаил Симаков. Первый канал.